Он отказывается надевать электронный браслет и рад бы сдать паспорта, да не знает куда. Соломинский райсуд рассматривает дело на Ордепа-фронтовика Максима Полякова. Прокуроры просят взыскать его залоговую сумму в пользу государства, пока деньги находятся на спецсчёте и должны быть возвращены на Ордепу после истечения срока меры пресечения. Все подробности мы узнаем от Павлина Василенко, она с нами на прямой связи. Павлина, здравствуй, расскажи, есть ли уже решение и как проходило это судебное заседание? Добрый вечер, Наташа. Хочу напомнить опять-таки, что прокуратура считает Ордепа-фронтовика Максима Полякова злостным нарушителем, поскольку он не выполняет возложенные на него меры пресечения обязательства. Он не сдал свои два паспорта, он отказался надевать электронный браслет слежения, а также он периодически уезжает из Киева и его родного города Умани, что делать ему категорически запрещено. И за такие нарушения специализированная антикоррупционная прокуратура требует взыскать 304 тысячи гривен залога, который внёс нардеп Поляков в пользу бюджета Украины. Почему-то Максим Анатольевич вважает, что, используя своим высокоповажным статусом народного депутата, на него не распространяется ни закон, ни область суду, то есть решение суду, которое на сегодняшний день набрало чинности. И, может быть, тот размер заставы, который был визначен судом, всё-таки не способен обеспечить в полном обсязе выполнение подозреваемым Поляковым Максимом Анатольевичем, попаданным на него в обувисти. Защита Полякова и сам депутат говорят, что 304 тысячи гривен – это очень большая для них сумма, большая сумма для самого депутата. Если они идут в бюджет, то это будет большая для него потеря. А своё оправдание Поляков говорит, что он ничего не нарушает, исполняет все предписанные ему обязательства и обвиняет детективов НАБУ и полицию в том, что они были некомпетентны в тот момент, когда пытались надеть на него электронный браслет, чем и мешали его депутатской деятельности. Но по поводу паспортов, Поляков сказал, что он бы и рад их сдать, да вот не знает куда. Зазначил, что обувисть сдать на сберегание паспорта на Полякова покладено до соответствующего органа. Тобто просто шаблонно переписал норму криминального федерального законодательства, не зазначив, что это за орган. Мы уже все соответствующие органи обошли. Хочу поведомить наступное, что, на жаль, весь час, подчас следствия на меня действует тиск. Он появлялся даже 27 числа, когда я появился в отделе милиции, и, на жаль, я видел, что есть грубое порушение закону. На заседании также заслушались свидетелей. Это полицейского и детектива НАБУ, которые присутствовали 27 июля, в тот день, когда Нарде подказался надевать электронный браслет. Также продемонстрировали часовое видео, снято 27 июля. Они несколько раз сообщили и просили прекратить перешкоджение процессуальной деятельности, пытаться успокоить, можно так даже сказать, гомонянина Полякова. Было всякими правдами и неправдами с боку защитника, с боку подозванного Полякова, перешкоджение. Заседание закончилось полчаса назад, продлилось оно сегодня 5 часов. Судья не приняла никакого решения и решила перенести слушание дела на 18 августа. Тогда также планируется дослушать показания других свидетелей. Также сегодня стало известно, что Соломинский райсуд арестовал имущество Максима Полякова. Это недвижимость, которой ему принадлежит, автомобиль, деньги и даже часы. Но сам Поляков сказал, что для него это не стало новостью, поскольку все нажито непосильным трудом депутата, было арестовано еще две недели назад. Напомню, Нарде фронтовик Максим Поляков есть фигурантом янтарного дела, и он фигурирует в нем вместе с другим нардепом, исключенным из фракции блока Петра Порошенко, Бориславом Разенблатом. Полякова подозревают в том, что он взял 7,5 тысяч долларов взятки за внесение изменений в законодательство о добыче янтаря. Наташа. Спасибо, Павлина. Павлина Василенко об итогах судебного заседания по делу Максима Полякова.